Сегодня мы можем поиграть в две игры. Расстреляй земляка, а Бознайбе пять людьми на стрель. Первая и не сторонняя. Давайте будем искать пять отличий между народным ополчением Донбасса и Укроповской армии. Именно рецептельно уже стало Укроповской. Хотя я когда-то имел отношения к этой армии и закончил службу в звании старшего лейтенанта главного, а в СБУ в звании майора, подполковника получил в запасе. О чем я хотел сегодня сказать. Командующий народным ополчением Донбасса Игорь Иванович Стрелков и я, его заместитель, Стреллюк Сергей Анатольевич, приехали сюда воевать с двумя-тремя десятками моральных уродов, нацистов, фашистов, олигархов и прочих парик. В частности, Порошенко теперь уже на первой, так сказать, странице, так как его руки уже запачканы кровью. Сразу же после инаугурации, после его пламенной речи, был обстрелян центр города Славянска из тяжелого артиллерийского орудия, из Гаудицы. И кровь уже не только на его руках, но и на всей его подлой и предательской сущности. И это кровь мирных жителей города-героя, если вы знаете, в Севастополе заменили на Стелли, город-герой Киев, на город-герой Славянска. И правильно сделали. Остальных перечислять не будем, да, тут много их. Аваков, Наливайченко, Яценюк, Клычко, Порубитель, Анлибов, Коломойский, Тимошенко. Они все сейчас собирают свои батальоны. Ну, бабок хватает. Я посмотрю, как за эти бабки эти бойцы будут бежать от нашего плотного огня. Но при этом все. Наши цели совпадают с целями большинства народа Украины, в том числе с участниками Майдана. Это полная зачистка старой власти. Если кто-то думает, что выбрали что-то новое, то, наверное, все понимают. Это наша позиция, да? Позиция укроповских генералов. Я не хочу сказать, что это позиция украинского народа. Это укроповских продажных генералов. Ну и политика, да, все вместе. Боясь за нагретые и насиженные места в кожных креслах, они не могут принять. Вовремя решение и определить свою нормальную гражданскую позицию. Ну, там, дачи, машины, квартиры, дома, особняки. Так вот, как свидетельствуют факты и показания очевидцев этих событий, в течение полутора-двух месяцев ребят, которые обманным путем, кого-то за деньги, ну, кто-то с сдвинутыми неонацистскими мозгами пошел на это дело, а кто-то же без денег идти, как я. Ну, как-то не за ту идею. Держали в полном информационном вакууме. Ну, а те, кого надо было, накачивали, соответственно, тем, чем надо было накачивать. Так вот, Укроповская славная армия, колочка славная, да? Пришла на Донецкую землю уничтожать свой собственный народ. При этом забыл, что присяга давалась от рядового до генерала своему собственному народу, а не этим позорным тварям. По-другому их назвать не могли. Я думаю, что ну, большинство здравомыслящих людей даже с прокачанным мозгом, даже с обработанными украинскими СМИ сыворотка у них есть такая каждый день говорит о том, что здесь террористы, чечены терроризируют жителей Славянска. А вот ребята вот, с двух частей, да? С Первоградского спецназа три человека и три человека 72-й, да, правильно? Механизированная бригада. Они прозрели, когда увидели Славянск. Они прозрели, ну, те жертвы, те разрушения, те... Ну, сегодня нам... Мы находимся в центре города, да? Нам прилетела вот такая вот такая шкучка. Это осколок. От снаряда... 940-мм давности. Таких выстрелов было сделано уже больше пятидесяти по центру города Славянска. Не разбираясь. Ну, может быть, разбираясь, не попадая в те объекты, где находится народное ополчение. Собственно, с народным ополчением-то и находится весь народ. У нас все местные. У нас нет здесь Чечена. Вот. И вот эта укроповская армия пришла на славную землю Зарбаса, где шахтеры добывали раньше уголек для того, чтобы отопить центральную, западную Украину. Там много очень сел, они газифицированы. Атроцит, семечка. И начали расстреливать мирных граждан города Героя Славянска. Число жертв среди мирного населения уже идет на 40. Сегодня мой друг был очевидцем гибели пятилетней девочки, которая умерла от ранений от вот этого. Для кого-то, наверное, уничтожная цифра, несколько сотен, несколько тысяч. Как для наших политиков, так и для некоторых других стран. Сергей, вы позволите вопрос? Генерал Россия, Чистяков Андрей. Скажите, пожалуйста, с чем связана активизация сегодня такого плотного огня именно по центру города? Насколько я знаю, я просто приехал сегодня. Раньше работали, что называется, как вы говорите, по окраине. Сегодня, Павловцы, с чем связана? С инаугурацией нашего нового президента. У него не получилось провести инаугурацию в Донецке. Это первое. Второе. Ему надо, так как украинские СМИ уже объявили 850 раз о завершении заключительной стадии последней контртеррористической операции, уже 850 раз было объявлено, в том числе о поимке уничтожении с другого и уже где-то раз, наверное, 25-й поймали Агра Таиху. То есть, братьщик, братьщик с собакой. Сергей, кто будет с задержанными военнослужащими? Вы можете сказать? Вы решили их судьбу? Конечно. Я же сказал, можно... Да там убит, таких там посадят. Понимаете? Если дети там будут в более плохих условиях, чем средства. Я думаю, пусть пока погостюнет у нас. Чаю так легко подумать над своим поведением и над своим гражданским позициям. Вам известно, что делают с военнопленными и заполчением военнослужащих вооруженных сил Украины? Да, были факты. Достаточно жесткое обращение с применением за силу и правду. Некоторые, которые вернулись оттуда были совершенно видоизмененные в психическом состоянии. Психическое состояние. Психическое состояние. Мы вам, наверное, не сами лучше расскажем. Я закончу сейчас быстренько. Ребята, раз туда расскажу. Так вот, что хочется сказать, что абсолютно все бойцы, офицеры, ну не все, наверное, я думаю, что процентов 85, а 15 после об этом умалчивают, которые получают информацию вовремя и правдивую. Были уверены, что едут сюда бороться с террористами, бородачами, чеченцами, ну не знаю, еще кем-то, беспринципными людьми и так далее. Но при этом всем они почему-то на Донбасской земле встретили ожесточенную агрессию местного населения. Местное население просто кошмарило все военные колонны, останавливало, блокировало в год до уничтожения, в год до поджига и так далее, и так далее. Ну, мы знаем травматовские события, где 95-я Житомовская расстреляла у мирных жителей, когда заблокирована была коммунная колонна. Эти все факты будут расследованы еще. Потому что ничего не забывается. Все это хранится и помнится. И будет серьезный очень судебный процесс фашистам и в частности над их пособниками, которые даже не осознавая этого выполняли преступные приказы. Ну, приказ поступил, да, я его набрал был, я что-то присяг. Это не освобождает этот преступник. Вот. И хотелось бы сказать, почему почему мы террористы, да? А это освободительная армия, которая пришла освобождать народ Донбасса от террористов. их платируют, а нас встречают с аплодисментами как героев. Хотя мы еще ничего такого не сделали. Вот это начало тут. У вас денег больше, вас же спонсируют. Вы платите народу за аплодисменты. Я думаю, что это очень травматизационный вопрос, во-первых, во-вторых, здесь все добровольцы. Здесь никому не платят. Нам приходит спонсорская помощь в виде на стол, консолка и так далее. Но бойцам дают пару копеек, чтобы дома коммунальные платежи заплатили. Не более того, и то в частных случаях. Еще даже не выработана программа общей заработной платы народного значения. Хотя я в этом поднимал вопрос неоднократно Донецкой, перед правительством Донецкой народной республики и перед спикером. Но пока еще это все. Я не понял, я думал, что это провокационный вопрос, но в самом деле говорит. Ну, не важно. Скажите, пожалуйста, если мы закончили, а вот известно, сколько было выпущено снарядов из Гаубитс, если есть такая информация вообще, если ее можно подсчитать. Более 50. Более 50. За день. За сегодняшний день. Я думаю, что за весь, может быть, даже больше. Я могу заблуждаться, но я занимаюсь не совсем подсчетом снарядов, чуть-чуть другим вопросом. Поэтому информация может быть не точная, но не меньше этого, на 100%. Скажите, Сергей, пополняются ли ряды ополчений, люди вливаются в ваши ряды, несмотря на то, что происходит в Славянске, в Красном Римане, все эти события. Они не останавливают людей приходить вам на помощь? есть проблемы в этом плане, да, конечно же, в тех городах, в которых мы не совсем контролируем ситуацию. Естественно, там ходят по адресам активистов, ополченцев и так далее. В Красном Римане недавно, после зачистки, после расстрела раненых в больницах нацгвардии, так называемой национальной гвардии Украины. Были походы по адресам, не без помощи некоторых силовых функций, и были очень тяжелые запоследствия. Ополчение идет, вступая, может быть, не так активно так должно это происходить, но я так думаю, что на сегодняшний день наступает переломный момент после обстрела центра города, после стопика жертвы среди мирного населения в этом ситуации кардинально поменялась, в том числе в украинских чиноверных частях, воинских частях. Я так понимаю, что многие командиры достаточно трезво осознают степень и милую ответственность за выполнение этих приказов, которые не поступают. А что касается героизма среди народного ополчения, это превосходит все ожидаемые и все прогнозированные может быть какие-то моменты. Это невозможно понять. Это просто реальный герой. Это как Великая Отечественная война, как Александр Матросов. Люди рядом гибнут, они на следующий день просятся на задание. Просто рядом разрывают человека на куски вот таким вот, такой хрень. Они просят самозадание на следующий день, который рядом с ним был. И в глазах ни капли страха. терроризм. Поэтому терроризм. Вот хочу представить. Глеб, иди сюда. Боец 25-й. Нашей доблестной. Бывший 25-й. Бывший боец. Бывший 25-й. Бывший сержант Савусин Владимир Погоревич. Боец 2-го паршюрница на Украине, 4-й паршюрница на дороге, 2-го первого отделения, 2-го первого отделения. После услышанного приказа, который мне отдавали именно командование нашей бригады ехать защищать Славянск в Нурганецкую область, потому что у нас там террористы находились. В Украине живет отец, брата. Я позвонил домой и узнал, как здесь обстановка. Никаких террористов еще, чтобы создать в Нурганецк. Никаких террористов. В Донецке у него вошел. Ну, у меня и в Фанцик. Вот. После услышанного всего этого, то, что нам там договорили, приехав сюда, я увиделся совсем другое. Здесь именно военные, которые давали присоставу всему народу, народу Украины, которые давали защищать этот народ. И они просто начали хладнокровно выливать женщин, детей, в Национальной Хвардии. Я лично сам это все видел. Честно, я не могу понять до сих пор, как человек, который давал присоставу народу защищать этот народ, как он может сверстки расстреляться с людьми и женщинами в какой-то пути. И после услышанного этого всего, я бросил все, и приехал сюда, и защитил его. Которым когда-то я присоставил. Это настоящий герой. Это действительно герой. Он поступил как герой. Это не дезертир. Как его считают. У него главное дело возможно, по отношению. Он дезертирствует. Просто не вообще не дергают. Я буду до последнего защищать свой народ, который этого присоставил. Присяга это не присостава. А это то, что связывает народ, военного человека, который всегда армия стояла в защите своего народа. Никогда она не убивала свой народ. Почище некоторых офицеров и генерала. Сержант. Просто сержантом. Что вам еще стоит? Возможно, больше, чем достаточно. Спросите у ребят, говорите с ребятами. Они нормальные. Абсолютно нормальные. Мои земляки. В Белой Церкви недавно недалеко родился. 120 километров в Белой Церкви. А у вас вкладывайте насилие. А какие приказы отдают вам? Можете их озвучить, если это не военная тайна? Мы таких боевых задач выполняли и не разу не стреляли. А чем вы командовали как офицер? Офицеры чем командовали? Мотострелками, зенитчиками, кем? Ну, какой вам приказ давали? Вот что вы будете делать журналистам, если вы его встретили, с российскими? Какой приказ у вас? Я не могу приказы делать вам не давать приказания. Ну вот я подойду к вам и скажу, я журналист, я иду в Славянск. Что вы со мной сделаете? сегодня у нас цель на блокпасты. Только за то, что мы сюда ехали. у нас не все, да? У всех разного вы не понимаете? У нас, например, был приказ давлять в мобиле на появление оружия. У нас нет оружия. Не взять оружие. Да, если защитно застрелять в людей, у которых нет оружия, которые никто может потебить, это ж бессмертно. У каждого человека есть свой разум, которым он управляет, или разум, который управляет. Скажите, вот у нас такая информация о том, что большая часть военнослужащих украинской армии, ну, скажем так, из-под палки воюет здесь. Это правда? Из-под палки. Ну, имеется в виду, не у каждого есть желание идти сюда, стрелять, воевать. Конечно, все же, что 7. У всех есть 7, и все это тоже понимают, что если он кого-то будет таком потерять, то есть настроение в рядах не очень, военный. Конечно же, не очень. Как муж, хочется убирать. Как муж, хочется убирать. Есть, что вопрос. А стрелять по городу как вот, если прикажут все так? действительно, пойдет командир, куда побольше. Ой, извините. Ну, это как усыпление. Девочку сегодня, пятилетнюю, убили минометную. Хорошо, там вот ребенок лежит, ну, лет 13. Жень, и ноги оторвало. Мертвая лежит. Сегодня ребенок, несколько лет погибли. Вот там вот, возле автового, 13-летний. Горело, его разорвало просто. Мои коллеги, дочь, билюб, отрывала. Ну, пока сюда не выпали, славянская. Не знали, что там, что там, человек шел в магазин. Нет, я понимаю. Потому что, если вы еще не знаете, что славянская обстрелилась. Ну, я же присягну, вам дадут. Еще раз повторите, пожалуйста. Даже не знаю, что славянская обстрелилась. Вот вы просто под микрофоном, повторите, пожалуйста. Это действительно правда, что вы не знали, что идет обстрел славянской? То, что вы услышали сегодня здесь в городе, они уже были здесь? Как вы оцениваете? Трое только сегодня утром. Ну, вот те трое, которые, то, что сейчас происходило в городе. Да. Так как стреляют по городу, то, что бьют по жилому сектору, а не по инфраструктуре какой-то, все связанной с обороной. А у вас вот в связи с этим не возникает ощущение, что украинские средства массовой информации, ну, здесь как бы, да, ничего личного, просто профессиональные, что украинские средства массовой информации преподносят эту информацию, соответственно, как бы, ну, что называется, с ног на голову ставят, да? Ну, в последнее время не смотрелся с массовой информации, но если так, то да, то совсем подробнуюсь. А откуда вы тогда не знали, что славянские мировские люди? Ну, не знали. Что через? А вас откуда перебросили? С Харьковского области. У них у всех информация, что здесь воюют наемники, бандиты, чеченцы, но никак не люди, которые нервные, взяли в руки оружие, и защищают своего рода. Это более местные люди. Информация у всех. Вы видели местных людей здесь, да? Вы знаете, что они отсюда, как вы определяете, что они местные? Я могу показать, я про местный человек. У меня есть. Могу показать прописку, я, конечно, чуть-чуть. Я местный. Понятно. Я вот просто джентльмена спрашиваю. Я в Юю всего лишь полтора, полтора месяца, потому что муха доставили, стоять по моей семье. И это пришло, всякие конец. Где ваш начальник-то? Может, мы пока снаряды поснимаем? Чтобы ребятам дать отдохнуть. Вот, вы слышали, да? Что происходило с вами после задержания? После задержания мы отнеслись к нам по-человечески. Загоняли какие-то иголки под ногти, одевали пакеты полиэтиленовые на голову для того, чтобы вы выдали военную тайну? Нет, этого не было. Расскажите, с какой части представьте? Да зачем? Нет, ну, пусть скажут ребятам, ну что, фамилию, мелочи, ну, как положено нужно. Ну, если можно... Уже все, ребят, уже граница пройдена, все. Нету дальше обратного пути. А вас как представлять? Старший лейтенант Вечерок. Как? Старший лейтенант Вечерок. Вечерок? Вечерок. Вечерок, а имя? Станислав. Ясно. Училище давно закончили? В 2007 году. В 2007 году? Да. Город из Одессы. С Одессы? А вы слышали, что 2 мая там было? Да. И как вы считаете, что там было? Было преступление. Ваших знакомых или друзей не оказалось внутри этого дома? Понятно. Есть коллеги еще вопросы? Может быть, кто-то что-то хочет, но у кого-то есть какие-то, может быть, слова, которые кто-то хочет вот просто сказать, да? Там, я не знаю, если такие есть, кто-то из вас, пожалуйста, мы были бы вам признательны за это слово. Ну, если вы хотите, конечно. К генералам обратитесь, мы вас не сгадим. Может быть, кто-то к арменивать даже не будет. К родным народу, к вамару. В армии есть. Да, пожалуйста. То есть, вы считаете, что вас откровенно обманывали все это время? Да. Ну, есть просто информация, которую дают. Есть правда одна, есть правда другая. Которая доступна одним одна, другим доступна другая. То есть, в то время, когда я побывал здесь, я увидел молочи. То есть, да, по-моему, вырезали стерилисты, чеченцы. Я вот здесь все равно видел. Убивил детей. Нормально, место жителей живут, но пытаются выжить. Друзья, где и как вас сейчас содержат? Где и как вас сейчас содержат? Вы сообщили родным, где вы находитесь? Вам дозволили это сделать или еще пока нет? Пока нет. У кого не возникло желание, так вот вопрос, поймите правильно. Да, ни у кого не возникло желание, может быть, перейти на сторону пополчения. Ну как сказать, боевать вообще не хочется. Я вообще не пойму, почему вот нельзя договориться, как-то решить этот вопрос по-другому языку. В боевых действиях выхода не вижу никак вообще. Другого просто перемочить и придется. Вы тоже не видите. Надеялись, если вот, думали, придет как бы... Не новая власть, а местами поменялись, но тем не менее, думали, что что-то будет меняться. Думали, вот эта власть как бы временная, и боится обратно себя какую-то ответственность. Но вот только уже второй день, и слышу разрыва. Знаем, что вчера была инабурация, но тем не менее ничего не поменялось. Представьтесь, пожалуйста. Наши сержанты Гречанов. Еще раз, напомню. Наши сержанты Гречанов. Гречанов, а зовут? Саша. А почему не знали, вам телевизор не показывают, или интернета нет? По телевизору не показывают, что стреляют из артиллерии по городу, по центру города. Думали, что там стреляют по блокпостам, что там мое нет. Видно, что это все не так. Спасибо вам, удачи.